ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день, дорогие мои друзья! С вами Таня Славянская, и я рада вас приветствовать на своем канале YouTube. Как и обещала ранее, я вам приготовила самый настоящий сюрприз. А именно, сегодня на платформе наших партнеров в делах добра пиццерии итальянской кафе «Луковка», которая находится в Звенигороде, на чудесной нашей дорогой, любимой, красивой московской улице, на платформе «Луковки» мы сегодня вместе с нашими ребятами из Звенигородского психоневрологического интерната, они будут сегодня мне помогать в нашем благотворительном мастер-классе, который называется «Постная трапеза». Я хочу вас познакомить. Знакомьтесь, Александр, Денис, а это у нас Владимир. А наш чудесный социальный работник, воспитатель, и все-все возможное можно сказать про этого человека самое лучшее, потому что она очень много нам помогает в разных благотворительных проектах. Это Наташенька Хренова. Наталья Сергеевна, не будем к тебе обращаться. Наташенька Хренова. И мы сегодня с вами, раз мы находимся с вами в кафе итальянской пиццерии «Луковка», будем готовить, конечно же, постную трапезу, вкуснейшие две постные пиццы. Одна пицца будет у нас закрытая на итальянском языке, она называется «Кольцони», а вторая пицца будет открытая, и обе они будут приготовлены из полезнячего, вкуснячего, абсолютно здорового-приздорового и красивого, даже внешне вы это увидите, теста мультизлакового. Итак, я сейчас вас всех, мои дорогие друзья, попрошу плавно переместиться тихонечко в «Святая святых» для кулинарии. Конечно же, кухня. Пойдемте, будем творить. Ну, конечно же, мы с вами начнем с того, чтобы у нас не было суеты и все было по-постному. Правильно? И хочу ваше внимание обратить. По-постному только правильно, но не с постными лицами. Поэтому же, конечно, с радостью мы сейчас с нашими ребятами будем готовить ингредиенты. И вот когда мы все уже подготовим, мы с вами приступим к тесту. Тесто замешивается очень быстро, поэтому у нас не займет на это, много времени не уйдет. Итак, начнем вот с того, что мы займемся авокадо. А ингредиенты мы с вами, конечно же, заготавливаем сразу для двух пицц – для закрытой кальцони и для открытой. Итак, Володь, начнем с тобой с авокадо. Смотри, авокадо необходимо вот так вот срезать верхнюю часть, нижнюю, чтобы можно было зацепить удобно. И вот так теперь, как картошечку, тоненько нужно почистить. Снять с нее кожуру. Понятно тебе, да? Попробуй. На. Берешь одну филешку и просто вот так вот такой соломкой средней нарезаешь, знаешь, как огурчик на салат. Так. И то же самое ты проделаешь со всеми. Отлично. Посмотрите, как нож держит Володя, как профессиональный шеф-повар. Умница. Отлично. Очень хорошо. Вот, умница. Спасибо тебе, Володя, большое. Итак, дорогие друзья, мы с Денисом теперь. Денис мне теперь помогает. Переходим к ингредиенту, к шампиньонам. Смотри, Денис, я тебе покажу, как их нужно резать. Дело в том, чтобы нежнее была пицца и была вкуснее, лучше вот эти вот серединочку, ножку из шампиньонов убирать. Поэтому мы будем с тобой вот так ее убирать. Она нам не нужна. А сами шампиньоны будем резать вот такими дольками. Вот, я тебе первую показала, как порезать. Давай, вытаскивай ножку. Вот так придерживай и ножечку вытаскивай. Вот, умница. Да, давай сюда в стороночку. Переворачиваем. И тоненько дольками. Умница. Вот так. У тебя красивее вышло, чем у меня, понимаешь, Денис? Вот у нас какие, ребята, талантливые. Отлично. Этот ингредиент у нас готов. И в приготовлении следующего ингредиента, красивого, румянного, красного перца, мне поможет Саша. Сашенька, иди ко мне. Наша с тобой задача сделать красивые полукольца из перчика. Для этого мы с тобой разрежем его пополам. Я тебе помогу чуть-чуть. Разрежем пополам. Вытащим сердцевинку. У одного и второй половиночки. И сейчас вот так тоненько, именно с этой стороны, потому что перец болгарский, с этой стороны тяжело резать из-за его пленочки. Поэтому лучше с этой стороны, он будет резаться тебе намного легче. Вот, вот такие сделаем полукольца. Так. Мои дорогие, вы, конечно же, заметили, что я просто перчик отдала Саше помытый, но не чистила внутри, не промывала его внутри от семян. А знаете почему? Потому что на самом деле еще моя бабушка рассказывала, что косточки и семена у перца, у арбуза и даже у других, таких как дыня, они очень полезны. И поэтому, если одно семя попадет вам вовнутрь, это только поможет вам избавиться от дисбактериоза. Поэтому у нас получится еще и полезная пицца для здоровья, не только вкусная. Вот по этой причине мы внутри перец не промывали от семян. Сашенька, нужно нам перчик выложить в блюдо. Выкладывай. Отлично. Так, это вставляем в стороночку. И у нас с вами, дорогие друзья, самый знойный парень. С ним предстоит нам расправиться. Он идет у нас исключительно для пикантности наших пицц. Поэтому и в одной пицце чуть-чуть, и в другой. Поэтому я буду с ним расправляться сама. Потому что он очень острый. Нам нужно буквально несколько колечек на одну пиццу, открытую и на закрытую кольцоны. Вот этого предостаточно. Совершенно нет ничего страшного, если мы знойного парня соединим со сладким болгарским перцем. Пусть они немножечко подружатся. Так вот, сейчас мы переходим к следующему ингредиенту. Самому зеленому и красивому. Это шпинат. Я приглашу к себе на помощь замечательную нашу Наташеньку. Наташенька, тебе такое ответственное задание? Ответственное. Потому что нам нужно выбрать красивые листочки шпината. Нашинковать их соломкой. Это у нас пойдет к пицце, которая так и называется. Пицца со шпинатом. Шпинат имеет очень много витамина С. И это как раз то, что нам необходимо весной. Выбираем листочки, потому что стебельки, в общем-то, нам и не нужны. Они иногда даже, знаете, в пицце придают такую вязкость определенную. Большие стебелечки мы уберем. И возьмем только листочки. Дело в том, что шпинат при термообработке, вы, наверное, конечно, друзья, мы и знаете, он уменьшается в своем количестве. Поэтому мы с вами возьмем его побольше. Так, отлично. Наша задача с тобой нашинковать его, да, соломкой такой-то. Отлично, да. Здорово, спасибо, Наташенька. Вот сюда перекладывай на шпинат. Отлично. Ну и, конечно, дорогие друзья, как итальянская кухня может обойтись без синьору помидору? Ну, конечно же, наш ингредиент следующий. Помидоры. Уно-уно-уно помидоро. Уно-уно-уно-ун томато. Так что мы с вами будем сейчас красивенько-красивенько кубиками резать наши помидоры. Ну, позвольте, с синьором помидором я расправлюсь сама. Что мы с ним делаем? А мы с ним делаем вот такую вот. Проделаем манипуляцию, разрезая его пополам. Затем, как в простонародье говорят, попки отрезаем. И режем его сначала дольками, достаточно крупными дольками. И потом поперек. Раз, два. Вот такие у нас квадратики. Видишь, Саш, появились красивые. Точно так же мы расправимся и с этим синьору помидору. Уно-уно-уно помидоро. Кто знает эту песню? Признавайтесь. Знаешь эту песню? Значит, мне одно петь придется. Уно-уно-уно-ун томато. Уно-уно в луковке сегодня. Для вас мы пиццу готовим постную. Вот так. Припеваючи, играючи. Мы с вами закончили. С чем? С помидорами. Выкладываем наши ингредиенты в тарелочку. Здесь кусочек надо обрезать, чтобы у нас было все идеально. И, друзья, у нас есть еще красный лук. Видите, я его готовлю на всякий случай. Его можно использовать, если вы любите что-нибудь поострее и попикантнее. Ах, у меня уже щипят глаза. Ну что, мои дорогие, мы пришли к самому заключающему моменту по ингредиентам. Это лимон. Вы можете использовать лайм, можете использовать лимон, как вам нравится. Совершенно не принципиально. Нам лимон понадобится в нескольких вариантах. Попалить сверху на пиццу и также в одну пиццу, а именно в открытую, добавить дольки лимона. Конечно, мы же срежем цедру только с половины лимона. С половиной лимончика мы с вами срежем цедру, для того, чтобы эта часть пошла на открытую пиццу. И отрежем ее. Вторая часть у нас останется для того, чтобы как бы орошать нашу пиццу снаружи, а именно кольцони. Она будет очень благоухать, когда вы ее обработаете лимонным соком. И готовим дольки. Лимонные дольки без цедры. Это очень важно, мои дорогие, потому что в термообработке лимонная цедра будет горчить. Нам это с вами не нужно. Нам нужен от лимона только аромат. Поэтому мы с вами оставляем вот такие вот дольки для открытой пиццы. Выкладываем все на тарелочку. Дольки и половинку лимона, которые нам в процессе готовки обязательно пригодятся. Ну что, мои дорогие, вот мы с ребятами очень хорошо потрудились. Мы приготовили ингредиенты для двух наших пицц. Открытой со шпинатом и закрытой кольцони с фасолью. Хочу обратить ваше внимание, что фасоль для закрытой пиццы кольцони я отварила заранее. Но вы можете запросто, если вам некогда и не хватает на это времени, купить консервированную фасоль в собственном соку. И тоже она превосходно подойдет к вашей пицце. Итак, у нас есть фасоль для закрытой пиццы кольцони. Есть у нас авокадо для той же закрытой пиццы кольцони. Также есть шпинат для открытой пиццы со шпинатом. Есть лимон. Есть шампиньоны, которые идут со шпинатом пиццу в открытую. также есть помидорки которые идут конечно же как же без синьора томата она идет и в открытую закрытую пиццу и есть болгарский сладкий перец и его друг острый товарищ стручковый перец чили который у нас для пикантности исключительно используется и конечно же у нас есть соль перец молотый причем ассорти лучше использовать ассорти перцев как душистый так и черный перец мы обязательно будем для аромата это использовать и оливковое масло ну и конечно же нужно приступить к приготовлению соусов потому что соусы это очень важный ингредиент в постной пиццы для того чтобы наши личики не были постными а были веселыми мы будем с вами использовать соусы к нашей постной трапезе и сейчас мы приступим к их приготовлению дорогие друзья и сейчас мне александр поможет в приготовлении соуса для нашей постной пиццы со шпинатом пожалуйста сашенька идет у нас туда в соус томатный томатный сок причем натуральный томатный сок а правильнее сказать тертые помидоры совместно с хреном чистым классическим хреном также мы туда добавляем и столовую ложку уксуса пожалуйста сашенька я тебе помогу вот отлично и добавляется уксус все это мы перемешиваем и в самом конце добавляем молотую петрушечку запах необыкновенный и так сашенька сейчас приготовит мелко нарубленную зелень пожалуйста ты знаешь да что нужно вот эти вот здесь все порубить а здесь обрезать ага вот хорошо петрушечка так пахнет если вы чувствовали как пахнет петрушечка отлично очень хорошо сашенька замечательно просто так добавляем все это в соус давай я палочки тебя заберу а ты дощечку все туда вы знаете совершенно чудесный получится соус конечно же надо отметить что соусы в постной трапезе имеют и главную роль очень играют такую важную а как ты думаешь саш почему все таки соусы в постной еде игла играют главную роль не знаю а я тебе раскрою сейчас секрет а секрет заключается в том что постная трапеза чтобы постных лиц у нас с вами не было мы конечно же добавить должны соус и правильно соусы скрашивают придают особый вкус нашей постной трапезе и не делают ее такой скучной делают ее повеселее поэтому у нас получился вот такой первый соус из тертых помидорок мы добавили туда свежий хрен чесночок и добавили мелко порубленную петрушечку ароматная соус у нас для пиццы на мультизлаковом тесте со шпинатом готов спасибо тебе большой саш за твой замечательную помощь без тебя бы я не справилась дорогие мои друзья а сейчас мы будем готовить с володей соус для закрытой пиццы на мультизлаковом тесте которые на итальянском языке называется кальцони ты знал волос что называется итальянская закрытая пицца кальцони вот теперь будешь знать итак вочка мы с тобой начинаем приготовление соуса для этого нам с тобой понадобится сыр соевый тофу пожалуйста бери его выкладывай в емкость и разомни вилочкой вот умница отлично и соус туда этот сок выливай до рассольчик давай сюда так сейчас мы разомнем вилочкой как можно мельче вы знаете дорогие друзья я сторонница того чтобы стараться максимально все готовить вручную потому что так мы можем передавать нашу доброту и нашу любовь правда и позитивное настроение скажи потому что миксер и все механические приспособления на кухне это конечно же здорово это удобно в наше время но все равно ничто не заменит ваши руки и ваш ручной труд так отлично посмотрите какая красота у нас получается очень запах такой невероятный сюда мы будем добавлять мелко порубленную зелень вилочку вилочку мне мелко поруби порубим зелень и добавим сыр тофу да прям отсюда начинаю резать меленько-меленько вот молодец вала там и прям до стебельков да нам будет этого достаточно давай стебельки мне давай мне стебельки а вся макушечка у нас пойдет наш замечательный соус умница молодец вот какие у нас замечательные ребята как они с чувством с душой подходят к своему делу умница вовочка еще порубить чуть-чуть угу все ну достаточно отлично и так дорогие друзья мы добавляем сыр тофа мелко порубленную зелень как пахнет зелень а какая красота все-таки визуализация на кухне имеет место быть правда вов чтобы было это еще и красиво эстетично все смотрел все это мы перемешиваем с нашим сыром тофу так и сейчас для завершения нашего соуса мы добавим уксус не просто уксус а яблочный уксус буквально чуть-чуть сдобрим чтобы был такой пикантный аромат у нашего соуса перемешай вовочек также дорогие друзья по желанию это не входит в рецепт пиццы но по желанию можно в этот соус добавить горчицы или добавить хрена кто любит остроту можно добавить соевый соус такой для солености да то есть как вам будет угодно в данном случае мы не будем этого использовать потому что мы фасоль изначально для нашей пиццы кальсоны отварили в присоленной воде ну что дорогие мои соусы наши готовы их у нас два из сыра тофу и из помидор терты я сейчас приглашаю ребят для того что добавить последние штрихи к нашим соусам я кстати если вы обратите внимание предлагаю вам на выбор исключительно это просто рекомендация можно использовать каперсы либо соленые огурчики как приправа к вашим пиццам к любым причем и также красный лук он очень вкусен в запеченном состоянии поэтому все-таки выбирайте красный лук а не белый лук и так для того чтобы наши соусы были окончательно готовы нам нужно добавить соль иди сюда сашенька мы добавим соль подсоли пожалуйста прям чуть-чуть подсоли вот этот наш соус из тофу так соли 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 ничего не пересолишь так отлично так и из тертых помидорок тоже мы добавляй добавляем немножечко соли так отлично и добавляем перчик спасибо тебе большое сашенька Володя иди ко мне у тебя очень сильные руки у тебя получится накрутить как положено перчика так добавляем сюда перчик прям просто для аромата несколько прокруток можно еще чуть-чуть отлично умница и сюда в связи с тем что у нас здесь добавлен тертый хрен поэтому мы перчик добавляем исключительно для аромата немножечко спасибо также конечно же по желанию вы можете добавлять и чеснок чеснок у нас чуть-чуть совершенно в малом количестве добавлен только в соус из тертых томатов ну что мои дорогие друзья для того чтобы до конца уже придать все точечки и запятые расставить с нашими соусами я приглашаю Дениса для того чтобы немножечко добавить оливкового масла в один соус с сыром тофу так отлично замечательно какая красота правда и пахнет и из тертых помидор для открытой пиццы со шпинатом умница ну вот мои дорогие все ингредиенты и соусы готовы для того чтобы наконец-то приступить к тесту дорогие мои для нашего теста из мультизлаковой муки конечно же мы использовали мультизлаковую муку совершенно необыкновенную высокого качества которую нам любезно предоставила пиццерия Луковка и также родниковую нашу звенегородскую водичку но вы можете использовать свою которая у вас есть вот такое простое тесто из совершенно простых ингредиентов хотела бы добавить что если вы хотите чтобы ваше тесто немножко было воздушное и такое бугристое и хрустящее особенно нужно обязательно можно это рекомендуется на любителя использовать соду чайную ложку соду погасить в половинке лимончика и добавить в наше тесто а можно обойтись просто классическим пресным постным тестом Денис иди помоги мне ты же в перчаточках? тесто любит ручной подход поэтому я тебе предлагаю ложками не пользоваться а всю свою любовь и доброту отдать этому тесту договорились? да давай приступай ваши улыбки лица наших родных рады обнять и искриться улыбка вани будем всегда мы все вместе и вопреки и вопреки как берега мы все рядом у реки у реки и через год через десять в наш юбилей в наш юбилей мы соберемся здесь снова в кругу друзей мы снова мы вместе наш интернат собрал друзей со всех концов мы снова вместе мы рядом дорогие друзья конечно же мы обратились за помощью к профессионалам потому что в пиццерии луковка в звенигороде на московской профессионально раскатывают тесто вручную не пользуясь никакими скалками это то о чем я вам говорила тесто любит ручной труд ручной подход и чувствует вашу энергию вашу любовь и тепло посмотрите как ловко управляются профессионалы в пиццерии луковка которые нам любезно благотворительно предоставили не только свое помещение но также и ингредиенты и помогли с мультизлаковой мукой и с профессионализмом посмотрите какая красота у нас собирается снова круг друзей в нашим в шагах в шагах в шагах в шагах на Замечательного повара пиццерии «Кафе Луковка» в Звенигороде на Московской. Карина, спасибо вам большое. Мы с вас никак не справились однозначно. Итак, дорогие друзья, у нас готово тесто. Оно выдержано, раскатано профессионально. И мы приступаем к самому завершающему этапу. Нет, не завершающему. Завершающее будет здесь. Ну что, мои дорогие, и начинаем приступать к приготовлению самой пиццы. Нам понадобится соус. Дорогие мои, Денис, так. Соус белый у нас. Это для закрытой пиццы кальционы. Наш белый соус распределяем равномерно. Оливковое масло дополнительное нам не требуется, потому что мы уже добавляли в сам соус. Так. Отлично. Держи, Денис. И на открытую пиццу нам нужен красный соус. Из тертых томатов с хреном. С чесночком. Если вы чувствовали, какие тут ароматы стоят. Друг мой, прошу я, будь рядом. И не молчи. Давай мы начнем все сначала. Просто с нуля. И дальше у нас идет шпинат. Шпинат идет у нас в открытую пиццу. Потому что она так и называется. Пицца со шпинатом. Мы с вами говорили ранее, что шпинат после термической обработки, да, становится меньше. Сжимается. Поэтому можно его положить чуть-чуть побольше. Он не испортит вашу пиццу. Спасибо, Володя. И, конечно, у нас есть шампиньоны. Шампиньоны мы с вами добавляем как вам угодно. Потому что кто-то любит грибы, кто-то не любит грибы. Идет в открытую пиццу. Шампиньоны, вы знаете, да, содержат в себе очень много влаги. Поэтому мы выкладываем их именно сверху на шпинат. А знаете для чего, дорогие друзья? Для того, чтобы у нас шпинат не пересох. Чтобы он у нас не превратился в сухую стружку. Поэтому мы выкладываем шампиньоны сверху. Спасибо. Так, у нас есть авокадо еще. Замечательный компонент, который идет в закрытую пиццу кальцоне. Вы видите, сколько микроэлементами, белком богата наша закрытая пицца кальцоне. Такая красота. Спасибо, Сашенька. Ну и лимончик. Спасибо, Денис. Лимончик. Лимончик у нас дольками идет в открытую пиццу. Вот так вот выкладывается. Напоминаю, что это без цедры. Лимончик у нас придает свежесть, пикантность без цедры. А пиццу, закрытую кальцоне, мы сдабриваем просто лимонным соком. Который, половинку лимона мы заранее с вами приготовили. Спасибо тебе, Денис, большое. Итак, у нас есть еще каперсы. Каперсы, я вам говорила, дорогие друзья, спасибо Бог. Это настоящая изюминка. Либо соленые огурчики, корнишоны, либо каперсы. Поэтому мы чуть-чуть добавим в кальцоне, чтобы было очень вкусно и пикантно. И добавим в пиццу со шпинатом. Спасибо, Володя. И, конечно, в завершении у нас еще остались помидоры, если вы помните. Они специально у нас приготовлены для открытой пиццы. Наташенька, спасибо тебе, дорогая. Так, оставшиеся помидорки мы выкладываем на открытую пиццу. Чтобы придать сочность нашей пицце. Спасибо, Наташенька. И, конечно, теперь зовем на помощь нашу профессиональную Корине. Для того, чтобы она нам помогла сделать правильно кальсоны. Завернуть нашу пиццу. Я, как ранее вам говорила, дорогие друзья, мы на помощь позвали профессионала Корине. И она нам поможет сделать закрытую пиццу кальсоны. А именно профессионально раскатать тесто своими волшебными руками. И покрыть нашу пиццу с фасолью, с авокадо которой. Кафе Луковка всегда свежие ланчи. Всегда свежие пирожные. Необыкновенно вкусная пицца. Римская пицца. И вот такие работают профессионалы. Вы подписывайтесь на мой канал YouTube Таня Славянская. Ставьте свои лайки. Пишите комментарии, вопросы. И я поподробнее буду вам рассказывать о наших партнерах в делах добра. В данном случае сегодня у нас партнером в делах добра выступила кафе-пиццерия Луковка в городе Звенигород на улице Московской. Спасибо, Корине. И вот пошла в печь наша пицца. Звенигород, скорей, встречай наш фестиваль другу друзей. Мы снова Наш интернат собрал Друзей со всех концов Мы снова вместе Мы радость Дорогие мои друзья, особенно хозяюшки. Конечно же, каждый из вас и каждый хозяин Не буду обижать мужскую часть населения Знает о том, что можно приготовить любое блюдо, используя пропорции на глаз. Поэтому я сегодня, конечно же, руководствовалась своим глазом. И также вам советую, мои дорогие, всегда в приготовлении пиццы творить, быть творцом. Да, делать ее такой фантазийной, волшебной, вкусной и здоровой. Поэтому, конечно же, ингредиенты вы все можете использовать на глаз и добавлять такие, какие вам нравятся. Я использовала ингредиенты на глаз и на свой вкус. Также и вас призываю использовать эти качества в приготовлении разных блюд. И поверьте, тогда оно будет очень индивидуальным. Дорогие друзья, ну вот наш благотворительный мастер-класс «Постная трапеза» подошел к своему завершению. И мы хотим поблагодарить замечательных профессионалов кафе-пиццерии «Луковка», которая находится в городе Звенигород на улице Московской, за оказанную нам помощь. Это не только предоставление замечательной профессиональной кухни, но также высококачественных ингредиентов для нашей пиццы и профессиональных рук. Спасибо вам большое, дорогие друзья! А вы подписывайтесь на мой канал в YouTube Таня Славянская, ставьте лайки, пишите свои вопросы и комментарии. И участие сегодня принимали в нашем благотворительном мастер-классе не только профессиональные руки, конечно же, но и ручки наших дорогих особенных ребят с ограниченными возможностями из психоневрологического Звенигородского интерната при участии социального работника-воспитателя Наташи Хреновой. Дорогие мои, до новых встреч! Ну а мы пойдем кушать нашу постную замечательную итальянскую пиццу. Мы лишь хотим быть, как вы, вроде пустяк. Мы лишь хотим быть к вам ближе, но только никак. Так.